Гром гремит, земля трясется, и демоны наружу вылезти. Нет у меня рим. Ладно, переживем. Да-да, и тебе тоже. Привет всем. Дверной молоток. Привет, Бенжи. Да, мы продолжаем путешествовать по городу потерянных душ, по лимбе. Я правда надеюсь, что мы заканчиваем. Прям вот очень на это надеюсь. Потому что, ну, долго уже, сколько там уже серий. Конечно, меньше, чем у черного зеркала, меньше, но... Это четверка. Да? Ну точно, смерть. В смысле, ты не можешь взять щит? А чем нужно делать? Дверной молоток? Ленность. Металлический дверной молоток. Так, это лень, да? Смертные грехи. Основание статуи. Посмотри. Смерть. Щель, 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 щель. Один, четыре, два, три. В каком-то странном порядке. Два, три, четыре, один. Очень странный порядок. Получается, один из них война, голод и болезнь. Да? А что мы не проверили, что делает щель? Другие нельзя посмотреть? Только смерть можно смотреть? Ну давай посмотрим. А у нас были монеты. А у нас их отняли. Нет. Нет. Черепушку. Нет. Ну, наверное, это надо подбирать дальше. Идем. Тут проходы-то есть? Кстати, есть проходы сюда и сюда. Опа. Гнев. А у нас что, лень? Да? Ну-ка, давай осмотрим. Это прям адовые всякие твари. О, какой. Наверное, вот эти молотки надо... Смотрите просто, какое. Кстати, в начале вот эти морды были. Это же они, да? Которые говорили, что типа здесь кто-то живет. Ну, по крайней мере, похоже. Да. А что, все? Здесь только один. А где остальные шесть? Что-то маловато будет. Может, щипцами щит? Нет. Давай молотком его шибанем. Нет. Черепом нет. По-моему, там что-то в руках у одной из статуй. Нет. Сюда пошли. Может, здесь побольше проходов? Я что-то не вижу. А, там впереди еще есть что-то, да? Ты куда пошел? А, ты просто за столб встал. А, ну вот. А почему здесь два, а гнев один? Он типа ни с кем рядом не может находиться, да? Чревоугодие и алчность. Ага. Ну-ка. Смотрите, какая алчность. Ай, ты боже мой. Это я буду записывать. Нет, как бы, где чего. Гнев один. Так. Алчность. Алчность. А почему мы на статую можем только на смерть посмотреть? Алчность такая себе, конечно. Мне кажется, нужно найти молотки остальные. И каждому вот здесь вот есть штучка какая-то. Хотя, может быть, это просто так нарисовано. Кажется, что надо молоток прикрепить. Либо вдарить этим молотком. Что там? Алчность и чревоугодие прямо рядом, да? Алчность. Чрево. Давайте пока посмотрим. Так, это чревоугодие обжорства, да? Чревоугодие. И, блин, вообще, чревоугодие, это же так круто. О, да, вот какой счастливый и довольный. Он единственный с волосами, между прочим. Потому что счастливый и довольный, покушавший. Естественно, что бы ему и быть без волос. Он питается, все хорошо у него. Волосы растут. А эти вот злые, алчные, они, короче, у них ничего. Нет. Алчность. Подождите, алчность, это же жадность, да? По-моему, да. Алчность сродни жадности. Ленность и зависть. Вот сейчас мы проверим на лене. Ленность. Вот так, блин, ленность. Он какой-то прям недовольный. Ленность. Да, я была права. Ленность. Зависть. Заодно сразу буду запоминать, где что. Левый вверх. Да? Это лево. Это гнев право. А то я буду по 300 лет потом, как в тот раз ходить. Так. Зависть. Ну, а смысл тогда на них смотреть, если нам нужны вот эти вот молоточки? Я как правильно угадала. Будем просто смотреть. Зависть. Да? Ну, кстати, ленность ничем-то не лучше. Они почти одинаковые. Ну, как-то прям на лень не очень. Больше как раз-таки на презрение и зависть похож. Не могли как-то по-другому. Надо было ленность что-то такое, типа, сонное, вялое такое сделать. А они нарисовали какое-то с презрением. Раз, два, три, четыре, пять. Еще два. Короче, гнев единственный один. Гордыня и похоть. Ну, давай посмотрим на них. Как выглядит гордыня. Ну, похоже, кстати, похоже. Ничего так. Так, и похоть. Вот как похоть. Какая-то забияка просто. Это даже не похоть. Надо было как-то по-другому. Кстати, реально с волосами только обжора. Я же говорю, счастливый, довольный. Вот у него волосы-то и растут. А, собственно, и что? А где нам молоточки-то эти искать? Тут ничего каких-то локаций-то и нету больше. Так, похоть. Это у нас правый верх. Правый верх. У нас есть только щит. А вот там что? Это то же самое или это что-то другое? Нет, что-то другое. Что-то такое? Каменный лист. Наверное, вот эти вот смерти всякие, да? Ну, в смысле interesting. Ты посмотри. Нет? Не думаю. А что за лист-то? Я не вижу. Интересно. А, можно взять? Серьезно? А, это можно забирать, короче. Давай, забирай. А, это, наверное, монетки, да? Вставим сейчас в этот... в щель у основания статуи. Забирай последний. Здесь есть проход или нет? Вот дальше вперед. Вперед, назад. Так, это мы назад. Здесь нету. Здесь можно пройти, да? Да, опа. Ну, вот эти, конечно, завывания, это прям просто. Это прям вот ничего хорошего не сулит. Вернее, наоборот, это сулит конец как раз-таки. Все хорошее. Я думала, череп можно смотреть. Свеча. Хватай. Хватай свечу. Беспризорная свеча нам нужна. Нам нужнее явно, чем просто она тут будет стоять. Ну, конечно, подземелье катакомбы. Такое все мрачное, такое классное. Прям вообще. Так. Право. Лево. Давай направо. Молоток. Какой молоток в зале? А, это все проходы можно, да? По-моему, надо сохраниться. Угу. Что написано? Война. И так понятно. Закрыто. Ну, логично. Давайте осмотрим, что мы там подавляем. Печать войны. Наверное, надо вставить вот эти вот монетки. Это печать. Печать с ликом войны и соответствующей надписью. Металлическая печать. А, и нам откроются вот эти двери, да? Печать смерти. Печать с ликом смерти и соответствующей надписью. А, и нам откроются. А, и нам откроются. Голод. И болезнь. Голод. Печать с ликом голода. Ну, какой прям. Кстати, голод с волосами. Обжор с волосами. Голод. Чума. О, какая. Печать с ликом чумы. Так, красная свеча. Ярко горит, а красный воск собирается в подсвечнике. Будем письма запаковывать. Это зависть, да, написано? Не вижу. Металлический, да, зависть. Дверной молоток. Так, это война. Сейчас, чума. Тоже закрытый, да? Ну, конечно. Здесь кто? СМЕ... А чё у него так много пространства здесь, а? Чё за... Почему у смерти столько пространства? Почему у этих двух столько нет? У этой тоже есть? Нет, только у смерти столько пространства. Самая, блин, прожорливая. Не вмещается. Так, если я... Если есть торможение, это и потому, что я просто запис... Записываю. Так, в этой стороне что? У меня листочек заканчивается. Надо было на новом начинать эту главу. Опа. Чё-то написано. Древний манускрипт. Ну-ка, давай читать. Один засушливый год рождает голод. Два войну. Третий идёт чума. И смерть завершает четвёрку всадников. Подпись ШПАД. Так, это что? Это нам надо записать. Один год. Голод. Два войну. Третий чума. И потом голод. Ой, тьфу, голод. Смерть. Смерть. Так. И чё? Нам сюда не пройти, да? Взять нельзя этот манускрипт? Не могу, говорит, взять. Правильно. Ни твоё не трожь. Не бери. Тут до тебя его повесили. И тут пусть он и висит дальше. Что такое? Ага. Ага, ага. И чё? И чё? Это не проходит, да? Никакие факелы не трогаются, да? Чтобы что-то там открылось. Врата и чё-то прочее. А, это мы, наверное, должны по очереди открыть. И тогда откроется вот эта вот решётка, калитка. Нас пустят дальше. Так, возвращаемся. Это все ходы? Чё-то маловато. У нас ни одного молоточка нет. Чё это? Где? Где? Там молоток? Его вообще не видно здесь. Прикиньте. Случайно просто. Через год, да? Реально не видно было. Я просто, ну, поводила, потому что, как бы, проверить на всякий случай. Не забыла ли чего? Не увидели ли мы ничего? Ну, действительно, не увидели. Так, а входа больше нету, да, никакого? Восток. Восток. Север. Кстати, можно было всё это время ориентироваться... А, нет, нельзя. Это разное всё равно. Это выход, правильно? Наружу мы пойдём. Восток. Восток. Ну, давайте будем... А, подожди, может, мы поставим... Зависть у нас и чревоугодие. Это где? Зависть у нас рядом с ленью. Это левый верхний. Это вот сюда. А чревоугодие у нас налево. Налево. Сейчас пойдём. Так, в этом углу мы сейчас всё поставим, да? Зависть. Ну, собаки, гремлины ржут над нами. Ты посмотри, какие. Так, зависть поставили. И слева у нас чревоугодие вроде как. Да. Да. Так, у нас три молотка. На тебе. Послушай, какие цветы у нас зелёные. Ты посмотри, гремлин какой. Так, чревоугодие. У нас остались ещё четыре, да? Всё, теперь давайте будем раскладывать эти. А там не молоток был? Чё-то я не увидела. Вот это чё? Не, ничего не было. Ничего не было. Щит, который не берётся. Я не думаю. Ну, давай всё осматривать здесь тогда. Чё происходит? Подождите. Дайте. Так, всё. Значит, печать войны, смерти. Вот, смерти. А, подожди. Типа, всё надо в смерть, да, вносить? Я думала, по одному на каждую, но, типа, угодно. Нет. Наверное, надо всё в одну вносить. И манускрипт у нас. Чё там писал? Сейчас, дай-ка посмотрю. Один засушливый год приводит голод. Голод. И один. Как мне угадать, что это та щель? Нет? В смысле? Я думала, надо щели вставлять. Ой, в смысле, в щели. Ясно. Ясно. Я забыла наше любимое применение. Всё на всё. У нас, кстати, похожая печать. Печать страданий. Ну-ка, дайте осмотреть их. Ну, копейте. Я хочу осмотреть их сначала. Печать из красного свечного воска с ликом чумы. Печать из красного свечного... Свечного же, правильно? С ликом голода. Ладно, короче, посмотрели. Ну, ладно. Вдруг кому интересно рассмотреть все. Пожалуйста, покажу все. Печать из красного воска с ликом смерти. На всякий случай не буду произносить слова свечного, чтобы, не дай бог, не было неправильно произнесённым слово свечного. Печать из красного воска с ликом войны. Вот, собственно, все они вот так вот красным выглядят. Теперь, наверное, их надо вставить сюда. Давай. Так, первым идёт голод. Где голод? Кто из вас голод? Вот голод. А, да, тут видно, кстати, отлично. Дальше второй голод... Второй год несёт войну. Третий год и уже чума. И последний приходит смерть. И чё? Почему ты забрал-то? Ты нафига всё забрал? Подожди. Верни. Чё-то же открылось-то. Нормально всё было. Голод. Раз. Война. Два. Чума. Три. А, может, не имело смысл в порядок как вставлять? Главное, чтобы они правильно вставлены были. Чё-то произошло. Щит можно взять? По-прежнему нет. Так, сюда идём. Либо решётка открылась, либо дверь. Но мне почему-то кажется, что должна открыться решётка. Дверь... Дверь четыре. По идее, мы должны что-то ещё сделать. Так, пойдём сюда. Там решётка. Хрен с два. Решётка закрыта. Значит, двери открылись. Ну, пошли смотреть. Все двери открылись, интересно. А как... Какую заходить? Какой порядок? Может быть, по порядку, как приходят. Типа, первая в первую. Так, из-за чего я сохранилась? Значит, у нас первая дверь. Вот это вот голод. Идём. Может, открыта уже? Ну, точно. Открылась. Всё открылось. Чё здесь? Молоток вижу, да, сейчас. Минуточку. Молоток я вижу. А, четыре двери. У нас как раз четыре молотка остались. Наверное, за каждой дверью просто молоток будет тупо. Как только мы развесим все молотки, нам откроется решётка, скорее всего. Чё за молоток? Я буду их осматривать, чтобы, ну... Может, кто захочет посмотреть прямо их все. Вот, пожалуйста, приближаю. Алчность. Металлический дверной молоток. Ну, здесь больше ничего нету. Голод. Ну, да, с явствами тут, короче, мрачно всё тускло. Ничего нету. Запасов, видимо, нету. Мыши повесились, дохли все. Уходим отсюда. Жрать тут нечего. Я подумала, что здесь какие-то рожи нарисованы. Нет. Дальше у нас идёт... Война. Эта война у нас последняя. Это, мне кажется, не имеет значения, в каком порядке. Там, кстати, череп наверху. Вон он, видите? Вон он. На самом верху. Сейчас покажу. О-о-о. Война. Это для переговоров, да? Этот стол. Что происходит? Почему пропала мышь? Блин, здесь ничего нету. Здесь тупо посмотреть опять. А нет, вот дверной молоток. Всё, вижу, 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 вижу. Вот этот прям неочевидно. Вот смотрите, насколько его здесь не видно. Конечно, может быть, просто мне надо... Как-то яркость или что-то, не знаю, но... Не видно вообще. Кстати, завывания тоже неплохие. Мне нравится. Лучше, чем в этом... Как его звать? В предыдущей части. Без силы прям. Война. Дальше идёт чума. И чума у нас рядом. Вон там. Опять не показала. Давайте сейчас покажу, а то забуду. Вот. Черепушка наверху. Видали? 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 На каком-то прям... Передестале медальоне. Пошли. Ага. По-моему, мы перепутали. Нет, чума. Всё правильно. А, это внутрь мы зашли. Чума. Смотрите, распятые полутела. Молотками где-то гремят. Как будто скандалы, знаете-то. В каком мультике? Кажется, Бабар, да. Про этого. Про слонёнка. Приключения. Причём есть мультик... Там мультсериал, то ли что-то ещё. Или ещё какой-то мультик. Но это не тот. У меня в детстве была кассета. 89-го года. Назывался Бабар The Movie. Фильм. И прям там очень круто вообще снято. Там про парад, про всё. То есть это не вот этот сериал. Я... Зачем нам входить? Надо. Последняя смерть. И вот у неё самый странный вход. А, ну тут, собственно, тоже оправданные полутели. Тела. Там вон впереди кровавый какой-то жертвенник приношения. Кровь. Смерть. Пытки. Это же вообще. А, вот примерно вот такую мы видим там наверху. Восходит над тем. Просто смотрите, как это всё ужасно. Отвратительно. Пошли. Нет. Всё. Мы собрали все молотки. Давайте я их покажу. Первый Алчин тебе показал. Похоть. Но они ничем не отличаются. Рожи хоть были разные. А, в принципе, молотки-то одинаковые. На них только написано прям вот. Похоть гордыни. А, гордыня. И гнев. Короче, потрясающий мультик был. Был он у меня на кассете. И так он там и остался. И кассету я... В какой-то момент все кассеты выкинули. И я не успела переписать этот мультик. И я его нигде не могу найти теперь. Я нашла. Я нашла, по-моему, на Ютубе. Есть по несколько частей. Там из шести частей состоит. Ну, поделён мультик. Но там нет озвучки. У меня была одноголосая прекрасная озвучка на кассете. Просто моя любимейшая. Но, к сожалению... Так. Значит, проверяем. У нас налево. Наверху. В левом верхнем. Всё закрыто. Правый верхний. Пойдёмте. Вот. И не могу, короче, найти нигде. Мультик я посмотрела. Короче, там носороги захватили в плен слонят. Слонов. Чё это? Чё это такое забыло? Гордыня. И там, похоже, короче... Вот у главного носорога. Там такие же кельи. Вот он. О, они все разные цветами, да? Я чуть не заметила. Может, надо заполнить? Это надо записать, наверное. Гордыня. Синяя. Я на всякий случай запишу. Синяя. Гордыня. Поставили. Похоть. Ну, похоть наверняка будет красная. Прям по-любому. Похоть. Ну ладно. Почти угадали. Похоть. Роз. Какой-то пустой. Не даже. Так. Так вот. И там в этой... В его логове, у этого носорога, там было похожее завывание. И там вот эти вот стуки молоточков, это заставляли слонов работать на них. Там это... В кандалах, в цепях. Они там что-то строили, чинили. Всё вот это вроде. И мне прям напомнило это сейчас. Так, а зачем я сюда пришла? А, посмотри, цвета. Зависть, наверное, зелёная, да? Да, зелёная, зелёная. Вообще тут, между прочим, ржать. Как будто баба сейчас ржала с мужиком. Какие-то гады над нами потешали. Так, это что? Лень серая, да? Серый или белый? Лень... Ну, я напишу серый, если что. Хотя, возможно, это даже не нужно, но на всякий случай я лучше запишу. Помню, как я блуждала, ходила по этим фургонам-вагонам. Так, на лево у нас чревоугодие. Чревоугодие какого цвета? Жёлтый. Жёлтый. Единственное с волосами. Алчность. Гнев, наверное, красным будет. А вот алчность какая у нас? Голубая. Голубая. Ой. Голубая. Алчность. Так, и гнев... Последний остался, да? Да. Гнев у нас находится справа. Идём. Так, какого цвета гнев будет? Сейчас проверим. И сейчас, наверное, что-то откроется. Единственное... Нет, так-то логично. Их семь. Пополам поделить прям так не получится. Но именно гнев... Не точно, красный. Логично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сатанинские отроди. Чё это? А здесь хоть глаз выкали. Что за... Ой. Нас сожрали? Чё происходит? Бедная моя голова. Что такое? Где я? Ёптыж! Чужак! Тёмный знает тебя. Где печаль? Избранный желает твоей смерти. Отвечай мне! Надо было сохраниться. Время играет роль. Твою мать! На время! Да? И чё? А ничего не доступно. Чё происходит? Чё это? Чё это? Одно? А чё делать-то? Всё подряд понажимать? Давай. Давайте всё подряд понажимаем. Я ничего не понимаю. Может, надо было посмотреть на этом щите что-то? Наверняка там подсказка. Тут какие-то цифры, буквы. Да нет, по-моему, всё одно и то же. Опа! Гордыня! Угадали? Подожди-ка, назад! Ааа! Время уходит! Ё-моё! Чё так стрёмно, щит? Чё-то есть? А здесь вообще всё другое. Здесь нет таких. Так, гордыня. Ааа! Может быть, надо на выбор? Может быть, надо подряд понажимать одно и то же? В смысле, не подряд, а в смысле, выбрать порядок. Нет. Не угадали, да? Твою мать! Гордыня. Может, надо в каком порядке мы их подобрали этих? Нет? Зависть не подходит. О-моё! Блин, мы так не успеем. Надо было сохраниться. А сейчас нельзя сохраниться, интересно? Лен. Ленность. Угадали. Лен. Лен. А чё за знак? Подожди, я не увидела. Лен. Лен. Лен так долго. Какой-то месяц. Блин. А сейчас реально нельзя спорить? Грешник! Твою душу невозможно спасти! Короче, всё, мы програли. Зависть. Ладно, если чё, я сейчас перезапушу. Это... Вот это. Как-то понятно. Нет. Зависть не подходит. Срочно, срочно. Надо найти следующую хотя бы, чтобы это... Тут кто? Алчный. Чтой выгодие. Давай. Будем. Будем пытаться. Ну, бля... Зависть не подходит. Нет, мы не гадали. Так. Гнев. Там ещё гнев остался. И вот здесь соседняя алчность. О! Капец! Чё происходит? Нет! Собаки! Гнев! Это гнев! Это гнев! Это право! Ай, всё равно не успеем. Да как попасть в гнев? Всё равно не успеем. Блин, вообще, я думала, на щите подсказка, но это ни хрена не так. Гнев. В смысле? Нет? Это не гнев? А что это? Не хрена. Игра окончена. Человечество обречено на вечные муки. Не-не-не, алё, подожди. Ну, в смысле? Мы должны были увидеть такую концовку, в конце концов. Не-не-не, сейчас всё нормально будет. Я сейчас всё сделаю. Подожди. Присоединись к тьме. Забудь о своей реальности. Всё нормально. Тут так громко, мне кажется, меня вообще ни черта не слышно. Если что. Ой, блин, как далеко я загрузилась, да? Сохранились вовремя. Ой, так громко было, вообще просто. Меня вообще там было хоть слышно? Это я ничего не подобрала, да? Давайте сейчас я... Нет, давайте я при вас собирать буду. Вот, что это вообще такое. Дверно, надо так взять. Может быть, надо посмотреть как-то... Что-то это... Давайте сейчас попробуем осмотреть. Может быть, есть где-то подсказка? Или мы реально должны прям вот просто ей... Туда-сюда кататься и выбирать просто наобум. Так, вообще не круто. Нет, это, конечно, может быть и круто, но... Блин, времени реально бы не хватило. Ну, хотя, может быть, просто... Если бы я не потупила... Интересно. Чего? Что тебе интересно? Возьми вот так. Ну, здесь подсказок никаких нет, потому что здесь 4 двери. В смысле, это вот смерть. Это 4 вот эти жнеца. Всадники апокалипсиса. Но, как бы... А что, собственно... Нам... Нам 7 нужно кнопок. Где... Их нигде... А, вот он. Где их взять нигде даже. Какой-то порядок. У нас порядок был для открытия дверей. Что, типа, там чума, война приходит, голод за ним, там смерть длится. Все дела... Так, вот здесь нет... Ну, блин. Подожди, я не нацелена. Вот. И как бы... И что это? Блин, мне нужен новый листик тут. А, я могу развернуть этот листик. Точно, точно. Так, все, идем. Давайте я сейчас расставлю молотки. И получается... Расставлю молотки. И перед последним я сохранюсь. Вот, да. И чтобы мне это не приходилось снова вот это... Так, туда нам не надо. Там заперто, по-моему, по-прежнему. Я думала, мы вот это все соберем. И, короче, отопрется вот это вот ворота. Которые нам не... Мы последний молоток-то забрали. Подожди. Вот отсюда. Да, наверное, забрали. Вот щит. А его нельзя сейчас осмотреть, да? Или можно? Он сейчас скажет интересно, да? И все. Просто в самом начале мы подходим к этому щиту. Там есть знаки, но они, по-моему, ничего... А, смотри-ка, есть. Только а что они нам дают? А, вот. Я просто не увидела. Вот гордыня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, их все. А как он нам может подсказать что-то? А, подожди. Вот порядок. Вот гордыня. Вот эта вот буква H перевернутая. Дальше идет лень. Это вот этот вот месяц. А там, по-моему, на этих руках-ногах ничего не видно. Ну, вот на руке какие-то знаки. Дальше пойдет какой-то круг. Следом знак Марса. А может быть, что-то на этих? Так, дальше... Это что? Это Меркурий, кстати говоря. А, это, подожди. Это же знаки. Это Луна. Не помню, что это. Это Венера. Это Меркурий. Это Марс. И еще какая-то Лабуда. Так. И последний вообще не пойми, какой знак. Может, он просто так развернут, что я его не понимаю? Так, все, я все переписала. Но порядка-то нигде не вижу. Так, у нас есть Алчность. Алчность, Гнев, Гордыня. И похоть. Алчность у нас лево-вверх. Идем на лево-вверх. Может быть, где-то здесь что-то нарисовано? Лево-вверх. А! Это просто лево-алчность. Подождите, давай посмотрим поближе. Может, на молотках что-то было нарисовано? Я как обычно ничего не посмотрела. Но здесь только цвета. Здесь только цвета мы можем посмотреть. На этих рожах ничего нет. Ну-ка, да, я посмотрю сейчас. Но тут тоже ничего не видно. Нафиг я эти цвета переписывал. Тут не цвета нужны. Тут, блин, знаки нужны. Какие-то символы. Прочая лабуда. Алчность. Так, селугодие есть. Это же вообще просто. Прям... Экшен, экшен. Нафиг. Может, сейчас какой-то знак проявится? Может быть, я не увидела в первый раз? Ну нет, здесь ничего такого нету и не видно. Алчность. Что там далее у нас? Сейчас, нельзя посмотреть. А, нельзя посмотреть. Так, левый верх у нас лень и зависть у нас все там есть. Левый алчность, селугодие есть. Так, направо. Правый верх. Вообще прям даже нет. Да, вот тут. Ну как бы... А что означает? Что это? Гордыня, да? Здесь? Может быть, все-таки на руках были зарисованы какие-то знаки опознавательные. Я просто не разглядела, потому что все торопилось. Похоть. Не розовый. Пурпурный это какой-то цвет. И последний гнев. Сейчас мы перед ним сохранимся. А то это же ходить, все это собирать. По новой. Благо я все сохраняла. Я прям чувствовала. Я прям как чувствовала. Все, сейчас. Может быть, все-таки есть что-то какие-то опознавательные. Сейчас повесим. А, нет, все, уже не посмотрим. Ну ладно. Все. Все. Чревоугодие, алчность, похоть, гордыня, пленность. Нет. Нет, здесь не написан порядок. Я думаю, может быть. Здесь хоть глаз выкали. Я думала, мы вообще здесь проиграли, что не в правильном порядке развесили молоточки. Оказалось, что не совсем все было так. Что? Бедная моя голова. Надо поближе приближиться. Что такое? Где я? А то там очень громкая музыка начинает. Я не знаю, как бы убавиться с него с ним. Чужак! Темный знает тебя. Где печать? Избранный желает твоей смерти. Отвечай мне! На них тоже ничего нет. Я сейчас посмотрела. Ну, либо я почему-то не увидела. Время играет роль. Да, да, да. Сейчас я успею. Не успею. Паника! Паника! Все. Я успела. Я успела. Один. Так. Гордыня. Первая гордыня у нас где? Гордыня вот тут. Нет. Не угадали. Гордыня вот тут. Вот где-то. Правый вверх. Гордыня. А, подождите. Наверху же написано. Вот. Тьфу ты, ну ты, блин. Все. Тупизно. Наверху, возле гордыни, прям написано. Какой-какой. Похоть. Вот это третья. Ну-ка, выйди. Да, выйди. Это похоть. Так, лень. Лень. Где у нас лень? Подождите, лень у нас левый вверх. Левый вверх. Вот он. Лень. Ну. Лешки-кошки. Лень. Так, теперь похоть. Похоть у нас. Мы только что там были. Где? Похоть. Правый вверх. Правый вверх. Правый вверх. Правый вверх. А-а-а. Так, вот. Так, похоть. Да ёп. Пермин. Что такое может? Тормозит мне еще все. Так, похоть. Так, гордыня, похоть. Здесь мы были вот. Вот тут вот. Зависть. Во, зависть. Угадали. Зависть. Давай, 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 давай. Давай. Ну, ну давай. Зависть. Так, зависть. Выходим. Дальше. Не будет денег. Лень. Здесь мы были. Так. Выходим. Кто остался? Кто остался? Боже ты мой. Чрево в воде. Чрево в воде. Не угадали. Алчность. Алчность. Вот, алчность. Алчность. Чрево в воде. А-а-а. Паника. Вы что творите-то? Да быстрее, блин. По три часа будет загораться. Гнев. Срочно. Ну, успеем. Давай, давай. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Успеем. Гнев. Гнев. Ну, это какой-то прям, необычный знак. Да быстрей ты, боже мой. Ан-цидуэ. Что? А это не конец? Десница. А что надо? В смысле? Это не конец? Что происходит вообще? Вы что творите? Собаки. Мы не успели? Да в смысле? Нажмите, чтобы эти пошли. О, боже мой. Наконец-то вот это используем. А где? А где? Д. Д. С. С. Н. И. С. С. Десница. Десница. А-а-а. Господи. Вот это стресс. Вот это паника. Капец. Мне так стрёмно. Блин, даже не было в этом лагере дурацком. Ух, почему я в смысле не дурацком. Нормальный лагерь. Хорошая игра. Ну, в смысле. Печать им отдавай, понимаешь ли, собаки. Идите лесом. Слышь судьбоносное решение. Сюрприз. Гип-гип. О, тут все наши пацаны. Капитан Брикс. А-а-а. Король Лимба. Сюрприз. Гип-гип. Ура. Король Лимба. Давай, Рита, детка. Рита. Чудо, что за песня. Это наверное Билли берет на это. Ну, конечно. Знаете что? Давайте-ка споем. Попал в беду наш капитан. Чай пекла вам не океан. Поднимем за него стакан. Спаситель Лимба. Из неудач и спередряг. Он выбрался и все ништяк. В потемках светят как маяк. Спаситель Лимба. А что же оставалось мне? Тут или рыб кормить, или на дне, или держаться на волне. Спасибо вам, ребята. Я доволен. Вполне. Ой, горгулья там наши. И вот этот вот. Арах. Он подвиги там совершал. Где я бы храбрости... Где я бы для храбрости принял. Но трезвым зло он побеждал. Спаситель Лимба. Это все благодаря мне. Да. Это все благодаря мне. Я помогала. К приюту он грешника пришел. Но не свалился там под стол. За что почет и приобрел. Спаситель Лимба. Она в почести просто будет. Рита, детка. Давай, давай. Давай, Рита. Это ржавая Рита, которая, да? Нам ее ни разу не показывали, кстати. Ни фига себе какая. А что же оставалось мне? Тут или рыб кормить на дне, или держаться на волне. Спасибо вам, ребята. Я доволен. Вполне. От счастья не хватает слов. Повержен Бриксом души лов. Всегда на зов прийти готов. Спаситель Лимба. Какая письма крутая. А подождите, в смысле? А он не вернется в мир живых? Спаситель Лимба. Он не вернулся в живых, он так и будет в Меримату жить, да? Он же вроде говорил, что он, типа, живой там. Спасибо, Лимба! Вот это просто... Э, подождите, вы его вернете назад или нет? Какой конец? Стоп, минутку! А, или еще нет. Будь ты проклят человек! И весь твой жалкий рот! Не умеешь ты проигрывать, братец! Все или ничего! Я согласен. Ха-ха-ха! Книга! Где же книга? Там, где ее способно найти любопытство человеческое. Да начнется битва. Она началась уже давно. Опять какая-то... Лимба у The Lost 2. Flight to Freedom. А что, есть вторая часть? Серьезно? Блин! Я сейчас поищу. Если это опять тоже... Это будет просто уже, наверное, треть... Какая-то третья игра, да? С намеком на то, что, типа, там должна быть вторая... Majestic Studios Game. Majestic. Ну, слышь, вы... Вы давайте мне скажите честно. Вы создали вторую часть? Или нет? Нет, это прям просто... В смысле? Так, вот. Ой, сейчас будет очень громко. Давайте мы... Подождите. Давайте я это... Здесь очень просто громко. Давайте сейчас... Где это? В моем любимом Даркмэре. Вот, давайте мы вот тут постоим. Подождите. Лимба у The Lost 2. Как он там написал? Flight to Freedom? Ну, я не вижу никакой информации. Просто это игра с 2007 года. Ну, как бы... За столько лет можно было снять вторую... Создать вторую часть. 1558 раз. Вполне. Ой, ну иди ты лесом. А, кстати, подожди-ка. Давайте мы дадим нищему монеты, раз мы здесь уже стоим. Ну, я не вижу ни слова. Вообще, реально ни слова. Давайте пойдемте попробуем. В Даркмэре. А, да, это не помню. Подождите. Ну, в смысле? Реально нет никакой информации? Может быть, я просто не вижу? Ну, нет, я вижу везде только первую часть. А, вот вторая. А, да-да-да, это мы видим. Ну, ну, чижеземец в нашем городе. Теперь такое нечасто увидишь. Кроме того, сдается мне, ты уже ухитрился влезть в неприятности. Неприятности? Неприятности? Какие неприятности? Я совершенно ни при чем. Вообще не прицелах. Конечно. Да только кто тебе поверит. Но, если не пожалеешь немного денег и кинешь мне в кружку монету, я, возможно, смогу тебе помочь. Конечно, но... Гони монету. Ну и... Да, давайте дадим ему монету. Я просто не думала, что... На. Че это изменит? Как ты понимаешь? Я живу в кромешной тьме. Мой мир мир теней, но иногда тени могут открыть многое. За одну монету я скажу тебе лишь одно. Но золотая цепь и незримые руки приведут тебя к душелову. Расскажи мне, откуда вообще здесь город? Гони монету! На. Нас всего три. Скажи, незнакомец, ты ведь только что снизу? Из темных вод? Ну, вообще-то да, но... Вокруг тебя еще витает запах гнили. Нужно время, чтобы смрад этой гнусной воды выветрился. Муж, извините. А теперь ответ на твой вопрос. Это место должно было стать убежищем и уголком спокойной, привольной жизни для заблудших душ. Браво, браво. А не ответишь еще на один вопрос? Спроси. Узнаешь. Гони монету. Последняя, на. Почему здесь постоянно идет снег, но при этом совсем не холодно? Но нам были подсказки в бувод даны. Сухой снегопад начался, когда душелов добрался до первой жертвы. Кажется, что это было давно. С тех пор наш приют стало не узнать. Кто такой душелов? Душелов. Призрачное дитя четырех рыцарей тьмы. По какой-то неизвестной причине он был призван в наш город и теперь охотится за душами его обитателей. Но у него нет своей воли. Он исполняет приказы тех, кто его призвал. Ты смотри, сколько много всего знал этот слепец. Так кто же призвал этот душелов? Да, сейчас, конечно, он тебе так сказал. Никто не знает. Не всякий решится даже говорить о нем. И никто никогда не пытался его поймать? Душелов – самый страшный из бесов. Он обитает в тенях, в темноте, движется бесшумно, может принять вид булыжника или куста. Его замечаешь, только когда уже нет спасения. Но наверняка кто-то… Мэр ничего не делает. От тюремщика нет никакого прока. А в городском совете одни дураки да болтуны. Но если удастся изловить чудовище, с города спадет пельна страха, и мы наконец-то заживем по-настоящему. Не знаю, что ты думаешь, но мне кажется, что пора отправляться на охоту. Блин, мы столько могли всего узнать, если бы я… А почему я ему не дала денег? Я собиралась ему дать денег. Просто я думала, мы сейчас пойдем осмотрим все и потом вернемся, дадим ему денег, как обычно. Но как обычно, нас просто повязали здесь. Короче, я не нашла никакой информации про вторую часть. Это, короче, третья уже получается. Игра, где обещают вторую часть. Первый был агент – особое задание, второй был черный оазис. И вот, наконец, город потерянных душ, который не завершился. Ну, хотя бы мы, как бы, вроде более-менее завершилось. Там дальше уже затравка, видимо, на что-то больше. Возможно, во второй части вообще даже не планировалось капитана Брикс использовать, а заманили бы какого-нибудь нового человека в ад. И мы бы за нового играли. Я буду думать так, мне будет проще. Ну, предположим, что капитан Брикс обрел свою свободу и вернулся. Он сейчас снова будет стучать мне в окно. ой, в смысле, в экран. Какие-нибудь мысли, идеи, хоть что-нибудь. Да, да, да. Ходи тут. Дайте я сейчас... Давайте мы вот тут вот встанем. Нет, подожди. Мне нужно какое-нибудь красивое место сейчас. Может, у меня в сохранении есть? Воскрешение. Детектив. Так, это поезд. Ищем ключи. Вот, ищем ключ. Здесь, наверное, самое лучшее сохранение у меня. Вот, вот тут вот красивое прям место. Великолепно. Топка. Все дела. Красота. Где там? Давайте походим. Я пока буду разговаривать. Походим, я пока буду разговаривать. В общем, буду предполагать так, что, наверное, вот так. Вторую часть, там было бы явно не с ним, скорее всего. Кстати, господин и госпожа хорошие нам показали лишь один раз, и все после этого. Больше ничего. Я хотела, где-то здесь сапожник был. Где? Вот. Вот. Возможно, у него красиво. Ну да, вот, вот тут красиво. Пространство великолепное. А, вот. В общем, нет второй части. Третья игра, где уже обещаю вторую часть, и нас обманули. Беспредел. Какой-то беспредел. Игра потрясающая. Мне прям понравилась. Мрачная. Прям тусклая. Все дела. Самая крутая часть, это вот третья. Это Даркмар. Это потрясающая часть просто. Вообще, посмотрите, как здесь круто. Просто отлично, шикарно. Это прям вот самая лучшая часть. Был ее... Мне кажется, я ее дольше всего проходила, судя по количеству серий, но при этом она мне больше всего понравилась. Прям отлично. В общем, такая вот игра. Я нарою у себя. У меня есть еще диски с икрами, которые я никогда не играла. Даже сейчас, как бы, я подумала, почему я в нее не поиграла в свое время. Так бы круто. Но, с другой стороны, хорошо, что не поиграла, потому что сейчас было очень круто играть в эту игру. Просто потрясающе. Отличный Даркмар. Все прям вот прекрасно. На этом заканчиваем. Мы прощаемся с Бенджамином Бриксом, с нашим капитаном, с нашим детективом. Вот. Бенджамин. Ну, нет второй части. Нет второй части. Ничего не поделать. Увы и ах. Поэтому нам придется с тобой прощаться. Но нам было очень круто вместе. Потрясающий персонаж. Умный адекватно. Меня вполне устраивал. Вот. Собственно. На этом все. Спасибо, что смотрели. Продолжение не последует. Только в виде других игр. Всем пока. Пока, Бенджамин. Приятно было с тобой пообщаться. Чао.